Генерального директора компании «Организация времени» Глеба Арканковского. Он сегодня, на мой взгляд, достаточно интересно расскажет о том, какие возможности есть у человека, то есть что нет ограничений абсолютно никаких для развития. Глеб Арканковский является ведущим экспертом в области управления времени, руководит различными крупными проектами, помню тренинг-тайм-менеджментов в таких компаниях, как «Русал», «Рау-иэс», сеть международных компаний государственных Думы Российской Федерации. И является автором битселлеров «Тайм-драйв», «Корпоративный тайм-неджмент» и еще ряд книг, о которых сегодня он вам расскажет. И я с удовольствием передаю микрофон Глеб Арканковского. Давайте поприветствуем. Добрый день, коллеги. Спасибо за аванс в виде ваших аплодисментов. Как я всегда говорю, начинать тайм-менеджеский семинар и тайм-менеджеское выступление нужно с регламента. Я всегда говорю, что во сколько начать зависит от организаторов, во сколько закончить зависит от поступающих. Так вот, я торжественно обещаю в 13.30 закончить и еще оставить минут 20 на возможность на меня наброситься, получить автографы, какие-то деградные вопросы, какие-то тайм-менеджеские. Это первое. Второе. Вспоминая себя студентом, я помню, что было такое сладкое слово «халява», и я бы хотел озвучить некоторый элемент халявы, который у нас будет сегодня. Уже упоминались мои книги, я заплатил с собой три штуки. Это тайм-менеджеский, работа 2.0 и тайм-менеджеский на Outlook. Я бы не хотел эти книги увозить с собой назад в офис. Я бы хотел это раздать за лучшие вопросы. Вопросы, пожалуйста, присылайте на записках. Я их буду, может быть, каким-то по ходу отвечу, какие-то на конец выступления оставлю. И в самом конце выступления авторы трех лучших вопросов получат три книжки. А в том, как автор предлагается дисплей. Вот это вторая интересная возможность, причем имейте в виду, коллеги, что обычно мозг раскачивается к концу, и в самом конце выступления образуются куча записок, на которые я уже, конечно, не отвечаю. То есть как только вопрос пришел, сразу присылайте. Не ждите, можете присылать сразу с кода. Теперь, собственно, к содержанию. Тайм-менеджеский, управление временем. Давайте проведем небольшое статистическое исследование. Вы имейте, пожалуйста, руку, кто читал книжку «Тайм-драйв. Как устоит жить и работать» в вашем походном услуге. Спасибо. Смелее понимаете, да? Кто читал какие-либо еще мои книги? Компоративный тайм-менеджеский, тайм-менеджеский, на Outlook, наоборот. Так, спасибо. Кто читал других авторов книги «Тайм-драйв»? Не так же мои. Чудно. Кто не читал «Тайм-драйв»? Вообще ничего. Спасибо. Я в роман ситуацию, половина что-то читали, с чем-то знакомо, половина еще не знакомо. Постараюсь рассказывать так, чтобы и те, кто читали, вынесли с себя что-то новое, и те, кто не читали, не ознакомые, вы знали что-то. Поднимите руку, кто сталкивается достаточно регулярно с проблемой негладки времени. Вот здесь уже очень трогательно идти на лучшее, а по сравнению с книжкой. Отлично. Я вас даже не знаю, радую или огорчу, когда вы станете руководителями среднего звена компании или владельцами небольших бизнесов, потом через сколько-то лет вы станете руководителями высокого звена или, может быть, владельцами больших бизнесов, эта проблема будет только обостряться. То есть, нехватка времени, которую вы чувствуете сейчас, это очень маленькое, очень жалкое подобие той нехватки времени, которую вы будете чувствовать, когда уже займетесь профессионально своей работой бизнесом или чем-то еще. И, как говорится, береги честь с молоду, налаживая хайл-менеджменты тоже с молодым. Человечество довольно давно придумало различные технологии, как лучше успевать, как правильно планировать свое время, как действительно находить время на все, что хочется. Очень важно понимать, что управление временем – это не просто про работу, не просто про учебу, не просто как найти время на то, чтобы выбрали все свои рабочие задачи. Это вообще про жизнь. Как найти время на то, чтобы жить. Как под заголовок в латинох моей книжке «Тайм-драйвер» – «Как успевать жить и работать». Это не самое главное слово «жить». В этом смысле тайм-менеджмент – это не про планирование просто, не про организацию просто. Я вообще по образованию математики, я люблю давать формальное определение, я скажу, чтобы не было каких-то разночтений, разногласий. Так вот, определение тайм-менеджмент – формальное, можно себе пометить. Тайм-менеджмент – это как невосполнимое время своей жизни, вот тот уникальный ресурс, который каждому из нас дан, потратить в соответствии с личными целями и ценностями. Это совершенно не банально. Потрать время своей жизни на то, что хочется, а не на то, что получилось, пришлось, так вышло, так заставили обстоятельства, так захотели мама, папа, бабушка, дедушка, модный журнал, так писали, что-то еще. Очень многие люди тратят время своей жизни совершенно не на то, что на самом деле бы хотелось. У меня было очень интересные ситуации клиентские. Например, владелец компании, у него все хорошо, знаете, вот, все, чему можно завидовать, все есть. И ставят задачи на консультирование, знаете, вот, хочу разобраться к своей жизни, со своим временем, со своими целями. Я говорю, ну, что не устраивает нам? Понимаете, так, все хорошо, но просыпаюсь утром, а жить не хочется. Я начинаю спрашивать, как консультант, а что они пишутся так? Ну, вот, понимаете, в 1991 году, когда закрылся научно-исследовательский институт, где мы работали с женой, мы стали торговать шубами. Ненавидели эти шубы лютой ненавистью, впахивали по 16 часов в сутки, ездили в Турцию, в Китай за этими шубами, воевали с таможней, как-то выживали. Сейчас у нас крупнейшая в России шуботорговая компания с миллиардными оборотами. Я живу на рублевке, езжу на Бентле, впахиваю по 16 часов в сутки, без выходных, без отпусков, воюю с таможней, ненавижу эти шубы. И, в общем, как-то деньги есть, а счастья нет. Это довольно парадоксальная ситуация. Люди, когда начинают только свой жизненный путь, в том же институте, в школе, говорят, о, вот стану руководителем, стану бизнесменом, буду зарабатывать кучу денег, вот оно счастье теперь настанет. А там чем дальше, тем счастье меньше, потому что нагрузок всякого все больше, проблем всяких все больше, и возможности тратить время своей жизни, как ты хочешь, ее все меньше. Как не парадоксально. Вот с этим надо все это делать. Что с этим делать? Я тайм-менеджмент разобью на три большие области, и из каждой из областей сегодня покажу вам по два инструмента. Первая большая область, первый слон, на котором стоит тайм-менеджмент, как земля, помните, стояла на трех слонах. Первый слон – это целеполагание. Вопрос – куда прицелиться? Какие поставить цели? Чего я по-настоящему хочу в своей жизни? Это самое главное. Потому что можно быть очень эффективным, можно ставить цели, виски жить днями, колок-лубка, в айфоне планировать какие-то задачи, но при этом двигаться в неправильном направлении. И когда уже пришел, и у тебя крупнейшая в России шубу торговая компания, и бентли выгрожает, понять, что, в общем, не очень-то и хотелось. И, может быть, я мечтал всю жизнь быть не экономистом, а художником. Или, наоборот, не художник, а юристом. Это некий вопрос. Чего я хочу? Как мне это сформулировать? Как мне это понять? А дальше, как к этому двигаться, чтобы действительно мои цели сбывались и достигались? Второй большой эпизод – это планирование. Когда цели есть, понятно, что надо делать. Вопрос – как это сделать? Очень многие люди останавливаются на стадии «я чего-то хочу», «у меня есть цели, направления, желания». А вот как туда двигаться, чтобы они сбывались – это уже вопрос. Ну и дальше вся прикладная технология. Как спланировать день, как спланировать неделю, поставить задачи и прочее. Третье большое сломание. Цели есть, задачи есть. Планы есть. Понятно, что надо делать. Понятно, как это надо делать. А самое сложное – как вы думаете, что? Помощь от чего? Так, решение. Отчистение. Вот все понятно, что надо делать. Как заставить себя? Я ждал этого. Я ждал честного ответа. Как заставить себя? Когда я понимаю, что мне нужно сделать телефонный звонок клиенту и сказать, что срок не будет. Три минуты – что сложного. Но это откладывается неделю. Когда я понимаю, что мне нужно дойти до стоматолога, потому что еще месяц, и уже лечить будет нечего, надо будет просто все выковыривать и выказывать. Но как-то тяжело. Когда я понимаю, что, в общем, диплом, написанный в последние две ночи перед защитой диплома, это, наверное, не очень хорошо, и как-то не очень правильно, и меньше шансов, что диплом будет хорошим. То есть, когда понятно, что делать, понятно, как делать, но вопрос, как себя заставить, как себя замотивировать, как себя где-то обмануть, где-то перехитрить, чтобы эти цели достигались. Вот это третий большой слом, не менее важный, чем первые два – это самомотивация. Ну, начнем с того, с чего я обещал, с цели и полагания. Напомню, что приветствуются вопросы на записках. За лучшие вопросы будут раздаваться книжки. Если хороших вопросов не будет, книжки вывезу в офис. Вот так вот будут злобно сделаны и поступлены. Поэтому присылайте вместе с нами. Итак, первая слома – цели и полагания. Чего я хочу, куда я хочу двигаться. Вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто чего-то хочет в своей жизни. Хочет добиться, достижать, забирать. Я рад, что почти все. Замечательно. Ну, наверное, иначе не пришли бы на такой мастер-класс. Поднимите руку, у кого эти хотения записаны в каком-то одном месте. В ежедневнике, в айфоне, в смартфоне. В принципе, это. Так, ну я бы сказал, процентов 10 от присутствующих. Поднимите руку, у кого эти хотения записаны с какой-то конкретики. Цифрами, фактами, годами, датами. Так, ну, наверное, процентов 5 от присутствующих. Поднимите руку, кто хотя бы раз в месяц к этим целям, конкретным записанным, обращается и анализирует. Достигаю, не достигаю. Да, отлично. Замечательно. Вот эти 15 человек, поднявших руку, я поздравляю, у вас все в жизни будет хорошо. Касательно остальных, друзья мои, я вам пока такой гарантии дать не могу. Почему? Мы все умеем хотеть. Мы что-то хотим. Ну, кто не хочет, помните, как Филипс, вот этот недавний, о чем говорят мужчины. Вот когда не хочется хотеть-хотеть, это же не кризис, да? Это, наверное, не для меня. Хотеть мы более-менее умеем. А вот как эти хотения претворить в жизнь, это большой вопрос. И на этом пути первый шаг, это конкретизировать хотения. В первую очередь записать. И это уже проблема, потому что когда ты просто абстрактно мечтаешь, что я буду, например, богатым, или буду, не знаю, успешным, или буду знаменитым, или буду каким-то еще, это ни к чему конкретно не обязано. А когда ты говоришь, что я, вижу, миллион долларов через два года, или миллиард долларов через пять, или десять тысяч долларов через полгода, это абсолютно обязывающая вещь. То есть ты уже понимаешь, что если ты этого не достигла, что вы уже, ты ничтожество, написал, не достиг, ты уже начинаешь ответственно к этому относиться. А реально это миллиард долларов за три года? asked Нисона Прабамовича. Ну, не факт, да? А миллион долларов за пять лет? Ну, это реально. а 100 тысяч долларов за полгода, вообще не вопрос, ну и сколько заниматься, да, если начать как следует заниматься. То есть первый инструмент, целеполагание, самый простой, это конкретизация записывания формализации. Без этого можно мечтать о чем угодно, успеха не будет. Есть такие исследования, изучали статистику по выпускникам бизнес-школ. У бизнес-школ есть такая заморочка, им очень важно показывать, насколько успешны выпускники. Чем более крупные корпорации они устроились, чем больше бизнес я не создал, тем популярнее бизнес-школы. Поэтому они все тщательно исследуют. Это было исследование в одной из западных бизнес-школ еще в 70-е годы. Через 10 лет у людей, у которых были конкретные записанные цели, уровень доходов был выше в несколько раз, чем у тех, у которых вот таких конкретных целей не было. И далее, во-первых, конкретизируя свои цели, начните прямо сегодня, вечером сядьте и напишите, чего я хочу. Честно, конкретно и со сроком. Второе. Как этими целями управлять в повседневном? Вы не имеете в руки, кто планирует свои дела в основном с помощью бумажного ежедневника? Ежедневник, органайзер, планировщик и так далее. Спасибо. Кто планирует с помощью какого-либо программного продукта? Аутбук, лидератаск, что-то еще. Кто планирует с помощью какого-либо интернет-сервиса? Google календарей и тому подобное. Кто планирует в телефоне, айфоне, смартфоне создать свои задачи, встречи на канал? Кто в основном в голове делает свои дела? Вот это очень постыдная практика, я советую ее оставить. Почему? Самое неподходящее место для управления нашими делами, друзья мои, это голова. Голова наша, это инструмент сложный, тонкий, очень умный. Типа такой помеси микроскопа с телескопом. Высокие небесные. С воды проникают, и в глубины, и так далее. Планирование это сродни забиванию гвоздей. Вот когда позвонит Вася, мне надо вспомнить и не забыть, что Вася в неделе не должен. Тут ничего сложного нету, требующего нашего мозга. Тут требуется какая-то очень конкретная прибитость гвоздя. В ежедневнике, в волковнике, где угодно. Знаете, как говорил один волковник, начальник моего нахайфера в университете? Если дебил, заведи ежедневник. У меня три. Я до сих пор вспоминаю его каменное лицо, когда он это говорил. Пытаюсь понять, это была шутка юмора такая, или действительно, в принципе, а я жизненная позиция для человека. Он был абсолютно прав. Ежедневник должен быть. Электронный, бумажный, гугл, сколько угодно. Когда ваша голова забита, вашими не забудь, это самое худшее состояние вашей головы. У нее, во-первых, не остается пространство для мышления, для рассуждения, для каких-то по-настоящему важных вещей. И, во-вторых, обязательно забудешь. Наша голова так устроена, что Вася позвонил, свою обсудил, трубку повесили. И после этого как раз вспоминает, что у Вася был денег дольше. Или с кем-то встретились, пообщались. Что-то я еще от тебя хотел, что-то мне еще от тебя было надо. Ну ладно, иди был с тобой. Через час вспомнил, что же тебя это пришло в долгах. Вот это второй очень важный принцип материализации. Пока у вас нет какого-то одного места, где находятся ваши дела, ежедневника, органайзера, аутбука, гугл, календаря, это совершенно непринципиально, на сезон не важно. Вы собой не управляете. То есть вас несет по течению, и ваша несчастная голова лихорадочно пытается вспомнить какие-то вопросы, подробности, задачи. Это неправильная ситуация. Правильная ситуация, когда есть помощник, есть инструмент. Ваша голова слишком хорошая вещь, чтобы ее тратить на управление вашей задачей. Дальше. Если говорить о целях. Первое, советую завести ежедневный телеорганайзер или что-то в этом роде. Второе, советую сразу в этом же органайзере наладить управление своими целями. Дам для этого очень простой инструмент, который называется стратегическая готовка. Придумывал один из наших клиентов, на тот момент коммерческий директор компании «Констан». Этот человек говорит, у меня проблема, я утопаю в текучке. То есть я целый день что-то делаю. Какие-то вопросы, люди, телефонные звонки, письма. Я в доготне. Рабочий день далеко не 8 часов, гораздо больше. Но вечером я понимаю, что до самого главного руки не дошли. До самого долгосрочного, до самого значимого. До того, за что мне деньги платят, чем я должен заниматься. И она придумала очень простую вещь. У меня изъяли книжки, которые я обещал. Что она сделала? Она взяла свой ежедневник. Взяла кусок картона размером с ежедневник. Выписала на него свои ключевые цели на ближайший год. Причем как личные, так и рабочие, что характерно. И вложила эту картонку как закладку. Что стало происходить? Рассказывает. Я прихожу к нему на работу. Я открываю ежедневник. И первое, что я вижу, это не текучка, не вот эти телефонные звонки и встречи, что-то, что у меня надо сегодня делать. Первое, что я вижу, это долгосрочные цели. Я задаю себе вопрос. А могу ли я сегодня сделать какой-то шаг в направлении к этим целям? Планирую этот шаг ежедневник сразу. Выделяю на него лучшее время. И это очень понравилось. Удалось выделять до 4-5 часов в день на долгосрочное. Это очень высокий результат. То есть обычно, дай бог, несколько часов в месяц получается выделять на что-то действительно важное глобальное. И мне так понравилось, что он во всем заместителям распорядился завести такие статистические картонки. И все планерки стали начинать все с органических картонок. И рассказывает, что сначала на вопрос, ну и что у нас с вами по статистическим картонкам. Многие было статистическое минутом молчания. Статистическая медитация. Потому что всю неделю люди провели при годе, а до главного руки не дошли. Вам советую точно так же завести такую же картонку. Выписать на нее свои ключевые цели. Это может быть в бумажном виде, это может быть в электронном, может быть в телефоне, чтобы у вас всегда это было с собой. Важно, что вы день начинаете не с того, что вы ныряете в какие-то текущие события, вечером вы ныриваете, а что я сегодня сделал, чего я вообще достиг? Вы начинаете с того, а чего я хочу глобально, долгосрочно. И какой я сегодня сделаю шаг, чтобы вот этого долгосрочного достигнуть? Это самый главный секрет успеха. Когда я работаю с людьми, очень много достигшими, людьми, которые живут олигархами, людьми, скажем так, высоких должностей государства достигшими, у них очень разные подходы к планированию. Кто-то жестко планирует, кто-то гибко, кто-то секретарь это делает, кто-то в аутлуке, кто-то на бумаге. Но у всех есть одна общая черта. Это понимание своей цели. Чего я хочу? Причем цели именно долгосрочные. Ничего я хочу завтра, а чего я хочу через 5 лет, через 10, через 20. И именно это способствует успеху этих людей. Пока остальные барахтаются в текучке, знаете, в потоке. Меня просят, я делаю, меня заставляют, я делаю. Мне позвонили, я ответил. Такие люди успеха не достигают. Когда человек понимает, чего я хочу, и куда я движусь, как я буду с тебя, вот такие люди успеха не достигают. Итак, второй инструмент – стратегическая готовка. Советую завести, заведение займет 10-15 минут, сесть и обдумать свои цели, и написать их, а польза будет очень большая. Третий инструмент – целеполагание. Мы все равно разделили все цели на две большие категории. Родные цели и навязанные. Что такое навязанные цели? Мы их еще назвали штампами. Это некие установки, стереотипы, убеждения, которые в любом обществе существуют, относительно того, к чему правильно стремиться. Вот когда появляются слова «правильно», «все», «всегда», «должен», «надо», это верный признак такого социального штампа, навязанной цели. Дайте, пожалуйста, пример. Надо. Надо учиться и закончить университет. Не в этих стенах будет сказано, в списке Форекс-500, начиная с Белогейца, который колледж бросил, половина высшего образования не имеет никакого. Другая половина, правда, заканчивала Дарвард-де-Окспорда с высшими отличиями. То есть корреляции образования с успехом, в общем-то, никакой. Были очень необразованные люди, ставшие очень успешными, и очень образованные люди, ставшие очень успешными. Но штамп такой есть. То есть, ну как, без этого не человек вообще, да? В бизнес-среде сейчас все чаще второе какое-то, второе высшее, МПА, кандидатская степень и так далее. Не то, что без этого нельзя, но как-то вот не фэн-шуй. И ко мне люди подходят на семинары и спрашивают, где мне найти время на второе высшее образование? Я всегда спрашиваю, зачем? Зачем оно вам? И в четырех случаях из пяти я вообще не слышу внятного ответа. Я с помощью вот этого образования хочу достигнуть вот таких, каких, каких жизненных целей. Ну, собственно, и с первым образованием то же самое. То есть, когда я спрашиваю, например, студентов, чего вы хотите достигнуть с помощью образования? Вот корочка, она для чего? Или знание для чего, или образование для чего? В четырех случаях из пяти я не слышу четкого, понятного ответа. Я хочу в своей жизни вот этого, и для этого мне нужны знания такие, навыки такие, образование такое. И об этом стоит задуматься. Точно такие же штампы существуют относительно, например, очень круто жить на Урглевке, да? Круто же? Почему нет? Круто-круто. Только страшно неудобно. Потому что шоссе узкое, кортежи перегораживают для кортежей постоянно, экология уже московская. Но это очень круто, и люди очень серьезно переплачивают за то, чтобы жить в очень неудобном месте. Вот таких штампов огромное множество. Причем в разных поколениях разные. То есть старшее поколение свои штампы навязывает. Современная реклама, например, журналы, глянцы, и так далее, свои штампы навязывает. И очень важно понимать, например, я вот это образование получаю, потому что я понимаю, для чего мне это в жизни. Или потому что мне мама с папой сказали, что беспорщик-то не человек. Или я хочу вот эту машину купить, потому что я действительно люблю хорошие машины. Я действительно знаю, как по Москве передвигаться на машине, исполняя свои задачи и не встревая в пробке. Или просто потому что машина это круто, а без машины не круто. Хотя многие американские миллиардеры, даже миллиардеры ездят на метро, потому что удобнее просто получается. То же самое. Я хочу жить вот там-то и там-то. Я хочу вот такой-то дом, потому что мне действительно это очень нравится. Или потому что это круто, это престижно. Это кто-то мне сказал, что это так. Как понимать для себя, родная цель или неродная? Вот это самое небанальное. Как для себя сформулировать? Для этого служит инструмент. Достаточно простой. Который позволяет сформулировать, выявить свои личные жизненные цели. Поместить, пожалуйста. Инструмент называется мемуарник. От слова мемуары. Придумал один из участников нашего таймерского сообщества несколько лет назад. Я говорю, лет восемь достаточно. Почти он на возрасте, например. Ведется следующий момент. Берете хороший, приятный, красивый блокнотик. Возьмите, не пожалеете денег, купите мальским, какую-нибудь хорошую, какую-нибудь крокодиловую обложку, заведите дорогую. Это будет самый главный блокнотик в вашей жизни. Ни много, ни мало. Такая очень серьезная заведа. И в этом блокнотике каждый вечер формулируйте, выписывайте ваше главное событие дня. Что такое событие? Может быть, какой-то главный результат дня. Чего-то вы достигли. Может быть, какое-то главное эмоциональное ощущение. Вот сегодня ветка сакура на закате качнулась, слезинка росы с ней упала, о бренности жизни подумал, картину по кусаю, посмотрел, стихи по-сё почитал, и понял, что всё это бренно, и пошёл, заплатил. И это всё продалось 15 минут. Но это почему-то стало главным событием дня. Может быть, что-то про отношения с людьми. Может быть, что-то про, что вы видели интересного. То есть, какое-то главное, наиболее яркое, наиболее заметное событие дня. Рядом с этим событием формулируйте, выписывайте ту вашу ценность, жизненную ценность, на основе которой, благодаря которой, именно это событие стало главным. Например, давайте на какие-то простые. Поднимите, кто работает уже параллельно с учёбой? Молодцы, хвалю, благословляю. Опять же, не в этих стенах, не при руководстве вуза. Чем раньше начнёте работать, тем лучше. Я сам начал работать на третьем курсе вуза, и, к сожалению, не на первом. Потому что, когда учишься и параллельно работаешь, во-первых, совершенно по-другому воспринимаешь учёбу, абсолютно по-другому. То есть, всё, что тебе рассказывают, уже проживаешь через какой-то реальный жизненный опыт, через реальную работу. И, во-вторых, когда ты получаешь ту самую вжидленную корочку и выходишь за стены, у тебя уже есть опыт работы, у тебя уже есть какое-то понимание, как вещи устроены, и ты можешь идти работать на нормальную позицию, за нормальные деньги. Если выходишь с корочкой и пятью годами учёбы, то любая нормальная работа дать и смотрит на себя, как на стажёра-проксиканта, в который надо год ещё вкладываться, никакой пользы он в компании приносить не будет, потому что он не понимает ещё ничего в жизни. И только через год, через два можно начинать платить нормальные деньги и как-то воспринимать его как работа. Поэтому очень советую параллельно работать, подрабатывать, причём не в Макдонасе каком-нибудь дурацком, где ничего нового интересного не узнаешь. Пусть лучше за меньшие деньги курьером в какой-нибудь компании, где-нибудь с них узнаете интересное. То есть поймёте, как бизнес устроен, как жизнь устроена, и вынесите для себя полезную работу. Так вот, например, какое-нибудь событие для тех, кто работает, будет понятно. Завершил какой-то важный, интересный, значимый, большой рабочий проект. Молодец, всё получилось. Давайте подумаем, как могла возлучать ценность, которую мы в мемуарнике напротив этого события запишем. Заработал благосостояние. То есть заработал, это факт, благосостояние пациентства. Согласен. Ещё. Опыт, несомненно. Ещё. Уважение, признание. Согласен. Ещё. Так, уже много версий, мне уже не слышно параллелы. Самореализация. Согласен. Гордость, может быть, какая-то. И так далее. Интересность, виртуальность. Молодцы. Если какое-то личное событие, ну, не знаю, где-нибудь побывал в каком-то интересном месте, или интересная выставка, или концерт, или что-то ещё, как могла бы звучать ценность. Самообразование. Ещё. Опять же, саморализация. Согласен. Ещё. Новые знакомства. Да, общение. Так, ценность. Да, ещё. Опять же, интерес, может быть, и так далее. Понимаете смысл? То есть, берём события. События – это что-то конкретное, сегодняшнее, определённое, такое, сиюминутное. И из него вытаскиваем что-то очень глобальное, очень долгосрочное. То есть, какая-то достаточно глобальная жизненная ценность. Они у всех людей разные. Для кого-то будет часто звучать в ценностях, например, рис, азар, драйв, а для кого-то, наоборот, спокойствие, стабильность, предсказуемость. Это две совершенно разные ценности, и нельзя сказать, что это правильное, другое нет. Просто разные люди, у них разные ценности. Так делаем каждый день. В конце недели написано главное событие недели, точно так же главное событие месяца, точно так же главное событие года, где-то в конце жизни появится несколько, может быть, главных событий жизни. Я ещё не могу, но уже сейчас задумался, а что это за главные события вообще? Будут ли они большие, красивые, достойные, яркие, интересные? Ну, или, знаете, как у всех. Так, серенька, работал, заплату какую-то получал, работу, в общем, не очень любил, ну, женился, там, вышел замуж, ну, как-то так, тоже всё было серенько, тоже не то, что там какие-то пламенные любви на все время, ну, какие-то дети выросли, более-менее, ну, и, в общем, тихо помер. И ничего интересного сказать про этого человека больше нельзя. Жил, родился, женился, учился, работал, умер. Знаете, кстати, амекдот, если интересно, про целеполагание. Мужикинг стреляются, знаете, так, час книг, висит на поручне и думает, блин, жизнь вообще, говно, жена, дура, ребенок, дебил, полный, начальник, козел, урод, коллеги еще, уроды, как с таким можно работать? У него за спиной висит англо-правитель и в блокноте пишет, жена, дура, начальник, урод, сотрудники, козлы, дети, идиоты, и с года в год, и с года в год, ну, ладно, записывают всё. Вот так вот часто бывает с жизнью, к сожалению нашим. И подумать о своих главных событиях в жизни и в мемуарнике и зафиксироваться. Это способ, чтобы она была всё-таки поинтереснее. Вначале был не урод, жена была не дура, и дети были не идиоты. Дальше. Через некоторое время ведения мемуарника появляется у вас список ценностей. Их обычно не так много. То есть там 7, 8, 10, может быть. И этот список ценностей это очень чёткий инструмент для анализа, для понимания своих целей. Например, есть ли кто-то, кто хочет зачистить пенгазскую диссертацию после того, что учёба? Замечательно. Смелее. Это не так постыдно, как кажется. Можно поделить. Замечательно. Вот смотрите. Если у вас есть список ценностей, и вы хотите проверить, родная цель или неродная, вы просто с помощью ценностей проверяете, ставите плюсики-минутики. С точки зрения ценности признания. Даст ли эта цель какой-то вышла? Какой-то результат? Наверное, да. Действительно это оценится, действительно это некий статус. С точки зрения ценности благосостояния. Даст ли это цель организационной диссертации какой-то выход? Нет, не даст. В советском арене доплачивали, хорошо доплачивали, сейчас уже всё это совершенно не принципиальное. Разница, сколько зарабатывает человек со степенью. С точки зрения ценности любви. Будет ли ваш бойфренд или дейлфренд или муж или жена вас любить больше от того, не знаю, не уверен, сомневаюсь. Скорее всего, минусы все-таки в этом пункте. С точки зрения ценности интеллектуального интереса. Играет ли эта цель? Да, наверное, играет. Если вы пишете действительно про то, что вам интересно, не просто вам дали такую тему, и вы до корочки пишете, а вот то, что вам важно, то, что вам нужно, постоянно плюсик. Ну и, например, набрала цель 8 плюсиков без 10 возможно. Хорошая цель. Она действительно соответствует вашей системы ценности. Берем еще какую-то цель, проверяем, 5 плюсиков из 10 возможных. Большой вопрос. А надо ли мне вообще заниматься этой целью, если она половине моих жизненных ценностей просто не соответствует? Но если 2 плюсика из 10 возможных, тогда уже совсем точно нет никакого смысла этим заниматься. Второй способ для такой проверки целей на адекватность, это подумать о том, как вы себя будете чувствовать, когда цель будет достигнута. Есть такой очень хороший критерий. Чем роднее цель, тем дольше сохраняется кайф от ее достижения. Позвольте себе привести пример различной практики. У меня была такая цель переехать в Замоскворечье. Кто знает, Полянка, Ордынка, Петербург, Петербург, все эти места. У меня уже тогда был офис компании там. И, знаете, вот эти переулочки, особнячки, это недодушенная старая Москва. В остальных участках центра она уже додушена благополучна, а там еще осталась. И я поставил такую цель – переехать туда жить. С точки зрения финансового, на тот момент времени это была абсолютно неадекватная цель. Мало того, что амбициозная, просто авантюра была. Но как-то хотелось, переехал, здорово. И в то же примерно время у меня была цель защитить кандидатскую ситуацию. Ну и тоже самое защитил. Вы знаете, прошло с тех пор 6 или 7 лет, я до сих пор отдергиваю занавеску утром. Смотрю на это Григория Нью-Кисарийского, на это Успения в Казачьем, на эти особнячки, и я просто прет. Знаете, какая это красота, какой действительно изумительный город, изумительное место. Вот просто душа поет. И я с этим запоем иду уже куда-то работать. Но знаете, чтобы я так же утром просыпался, достал из шкафа кандидатский диплом, смотрел на него и вот так вот меня выпер на ногу, кандидат наук. Нет такого. То есть цель была полезная, цель, конечно, была нужная. Но знаете, чтобы она была настолько родная, что я бы каждое утро просыпался, ладил кафе, мама прет. Вот для того поколения, да, это такая цель, что... Ага, вот она эта цель, произрос! Заведующий кафедры, кандидат наук, произрос в нашем семействе. Ух, это же ОБГО! Вот смотрите, две цели. Примерно в одно и то же время поставлены. Примерно одинаковые были по трудоемости, и то и другое. Но от одной я до сих пор получаю кайф, а от другой кайф прошел где-то в первые полгода года. Так вот, когда вы ставите себе новую цель, подумайте, представьте себя в этой обстановке. Вы купили вот это, вы достигли вот это, вы сделали вот это, вы заняли эту должность, вы создали этот бизнес, вы что-то еще. Насколько долго сохранится кайф? Это действительно будет такая чистая беспримесная радость, которая вас подзаряжает. Если да, значит этим стоит заниматься. Если нет, задайте себе вопрос, а ваша ли это цель? Или может кто-то за вас придумал? Какая-то матрица, не знаю, рекламная, поколеническая, какая-то еще. Какая-то начальственная матрица вам их придумала. Может тогда и не надо этим заниматься. Итак, это целеполагание. Теперь второй большой эпизод, это эпизод, связанный с планированием. Когда у нас есть цели, есть предположение, что они родные, есть стратегическая картонка, в которой эти цели записаны. Возникает вопрос, как планировать свое время. У меня вопрос к агнидатору есть уфомастик. Полюш, у нас экран не получается, я хотя бы порисую. Да, буду признательно. Работает? Да, а что вы меня тут не сказали? Аллилуйя! Не нужно вфомастик, все хорошо. Я тут, знаете, без визуального ряда, чувствую себя как без штанов, как без пистолета. А тут, оказывается, все есть. Ну, супер. Супер, я счастлив. Спасибо, что, наконец-то, удалось себя сюда. Планирование. Есть такая проблема с планированием. Поднимите руки, кто пытался распланировать свой день. То есть составляли планы. Поднимите руки, у кого довольно часто это все провалилось в тартарары, в никуда, не сбывалось. Вечером чувствовал себя лузером, потому что не достиг ничего из этого плана. Замечательно. Картина типичная. И ошибка типичная. Ошибка состоит в слове «распланировать». Когда мы говорим «планирование», мы обычно представляем себе что-то такое. Правда? То есть расписание, бравит, да. А, во-первых, спрашивают тайну. Это не планирование. Это только один из очень маленьких, очень локальных инструментов планирования под названием «жёсткое расписание». Применимый в очень узком определенном круге организации. В пионерском лагере, в концентрационном лагере, в школе, в тюрьме, в университете и так далее. То есть в организациях решающих сходные задачи сходными методами. Чтобы всю эту толпу народа как-то держать в другом роде. Вот это расписание. Но, когда мы сталкиваемся с реальной жизнью, которая не может быть жёстко расписанной. Вот отловили вы в лифте вашего шефа хорошее настроение. И закинули вы какую-то идею. И получили повышение или какой-то проект интересный. Как это можно было распланировать? Да никак. Отловил – поймал. Позвонил вам какой-то человек. Вы запомнили что-то, его спросили. Из этого закрутилось, понеслось. Какая-то интересная появилась вещь в вашей жизни. Сидели в самолёте или в пользу рядом с интересным человеком. Заговорили, визитами обвинялись. Раз – что-то получилось. То есть в нашей жизни очень много непредсказуемого. И когда я уже с взрослыми, матёрыми, дядями, топ-менеджерами, бизнесменами беседую, оказывается, что самые интересные бизнесы, самые интересные проекты, самые интересные должности, самые лучшие жёны, мужья, подруги жизни и прочее, получаются совершенно не по плану. То есть как-то раз он где-то, опять же, в самолёте заговорил с человеком. Вот теперь 30 лет вместе живём очень довольны. Что с этим делать? Когда я 10 лет назад начинал только заниматься тайм-менеджингом, я стал думать, где взять альтернативу к этому жёсткому, такому совершенно бесчеловечному графику, в который люди пытаются себя загонять, а жизнь туда не помещается, и люди просто бросают. Почему часто держат дела в голове? Потому что пытался расписать, ничего не сбылось, ну и вовсе. Я нашёл ответ у древних греков. У них было два разных слова для понятия «время». «Хромос» и «Кайрос». «Хромос» — в буквальном переводе время линейное, астрономическое, измеримое, откуда все наши хронологии, от хронографа, хронометра — это время чёткого, понятного момента. Пятница — 17.00, среда — 13.00 — это всё «Хромос». И второе у них было время, очень интересно, «Кайрос». Это в буквальном переводе удачный момент, некое удачное стечение обстоятельств. Вот тот самый шеф в хорошем настроении, прошедший мимо вас в коридоре — это «Кайрос». А отловили вы его элемент — это уже ваша ответственность, смогли ли вы это сделать. Вот тот самый человек, сидящий рядом в самолёте, заговорили, что-то интересное узнали, работу новую получили из этого. Это всё «Кайрос», время «Кайрос». Греки часто использовали слово «Кайрос», когда говорили о военной хитрости. «Циклоп» подошёл в пещеру, заглянул в пещеру, и одессе использовал «Кайрос», чтобы «Циклоп» проднул глаз и своих друзей выехали из пещеры. Это нельзя было запланировать, это можно было поймать. Теперь, как это приложить к планированию конкретного повседневного? Если вы пользуетесь бумажным ежедневным. Сразу скажу, есть несколько типичных «Кайрос», актуальных для нашей повседневной жизни, для управления, для бизнеса. Первый «Кайрос» — это места. Будучи в каком-то месте, я могу решить ту или иную задачу. Для вас это, в первую очередь, конечно, различные здания того же университета. Кто работает — это могут быть какие-то филиалы, какие-то разные места расположения конторы по городу, разные этажи в большом офисном центре. Это может быть банк, это может быть фитнес-слуб, это может быть какой-то государственный орган, в котором вы бываете, и так далее. То есть, будучи в таком-то месте, я могу реализовать ту или иную задачу. Будучи в банке, скажем, по служебным делам, не забыть заодно заплатить квитанцию за домашние доды. Второй — люди. От лану подходящего человека, в подходящее настроение, решу с ним какой-то свой вопрос. Может быть, группа не будет. Внутренние обстоятельства. Помните у высотства? Муза посетила, так немного посидела и ушла. И вот пока посетила, надо этот момент поймать, надо как-то это использовать. Бывает, наоборот, такой кайрос — не хочется работать. Вот ничего не хочется. Что в это время делать? Один мой клиент в это время занимался контролем делегированных задач. То есть, когда самому работать не хочется, он доставал этот, болотнул папочку, контроль, и начинал бить по голове своих подчиненных за то, что они что-то не выполнили. Можно в связи с этим что-то сделать. Очень много задач, если вы вспомните вашу жизнь, привязаны не к жесткому моменту, не к пятнице 13.00, а именно к вот такому стечению обстоятельств. Как эти обстоятельства используются? Для тех, кто пользуется бумажным ежедневником. Или начнут пользоваться после моей лекции на что-то еще надеюсь. Очень простая технология. Обычно ежедневник разграфлен по какому-то определенному времени. То есть на каждый день есть дата, есть время, 9 часов, 10, 11 и так далее. И очень многие задачи в это время ложиться не хотят. Потому что я не знаю, отловлю я вашу среду или в пятницу. Вот когда отловлю, тогда я спрошу. Для таких задач заводить отдельные разделы. Просто стикерами выделить или цветными вкладочками на какие-нибудь. Например, раздел «Люди». Какие там нужные вклады? Например, если у вас уже начальник есть, на начальника. На научного руководителя. Если подчиненный у кого-то есть, на подчиненных. На родителей, на друзей, с которыми много вопросов следует решить и обсудить. В какие моменты стоит в эту страничку заглядывать? Когда общаетесь с соответствующим человеком? Знаете как? Вася позвонил. Вы заодно посмотрели досье. Представляете, что-то там про деньги было. Что-то не было денег должен. Что-то там еще про балку было. Что-то там еще про неотданный диск было и так далее. Вместо то же самое. В будущем банке, в будущем филиале, в будущем финес-клубе. Открыл, посмотрел, увидел задачи, которые с этим местом связаны. Если ведете какие-то проекты на работе, точно так же по проекту можете создать страничку. Это то, что касается бумажного жения. Для тех, кто захочет пользоваться электронными носителями, я сам пользуюсь Outlook и покажу какую-нибудь мою систему на Outlook. Почему именно Outlook? Есть, по сути, тысячи всяких программных продуктов для управления временем. Но я советую настоятельно использовать только те, которыми пользуются миллионы людей. То есть, может быть, какой-то замечательный, очень удобный бастинг-пупкин органайзер, которым пользуются 500 человек и вы 500 первые. Но когда вы идете на работу в компанию, где используются Outlook или Lotus или что-то еще, вас никто не поймет. Вам скажут, ну-ка, дорогой, планируй. Там, где все нормальные люди планируют. И вот таких мировых решений, которые действительно миллионами людей используются, их очень немного. Это, по сути, Outlook. 60-70% компаний. Это Lotus Notes. Некоторые могли с ним сталкиваться работать в корпорациях. Google подрастает все активнее. То есть, Google календарей все более активно используются с компаниями. Ну, и если компания на Apple, то там какие-то специфические Apple решения. Я советую Outlook. В российских компаниях, я бы даже сказал, 85% компаний пользуются именно этим. И парадоксально, что люди пользуются Outlook как электронной почтой. У них под ногами валют отличный инструмент для планирования. Но как планировщик они пользуются неумеют. Что здесь интересно и удобно? Перед вами мой рабочий календарь. Реальное, но живое списание. Вот наш сегодняшний мастер-класс. Слева календарь – это жесткое планирование. Причем даже хромос у меня имеет определенные оттенки. Например, фиолетовая и синяя – это жестко запланированная встреча. Причем фиолетовая – это выездная, синяя – это внутриофисная. Есть разница, чтобы люди, которые видят мой календарь, это все мои коллеги, чтобы они понимали, насколько мне удобно в тот или иной момент запланировать встречу. Зеленые – это, так называют, дюджетированные. Вот, например, мне надо провести совещание по IT-продукту. Зайдет около получаса, но неважно в какое точно время. Я его как раз по дороге сюда в машине по телефону проверю. То есть это была гибко запланированная вещь. Она могла и вечером состояться. И, в принципе, накануне, в понедельник могла состояться. Я ее не привязываю. Это тоже элемент свободы, элемент гибкости в планировании, которое мы себе позволяем. Что касается планирования Хайртс. Есть в ноутбуке понятие задачи. Как раз предназначенное для ситуации, когда нет жестких привязки к моменту. Мне нужно написать какой-то документ, или сделать телефонный звонок, или что-то еще. Эти задачи вынесены вот сюда, в отдельную панель, который мы с комментарем. И есть понятие категории. Я открыл категорию, а внутри категории я вижу определенные списки задач. Например, день – это задача примерно на ближайшие несколько дней. Люди – это, например, задачи, связанные с людьми или с какими-то организациями. Стратегическая картонка – это инструмент, который я вам рассказывал. Помните, ключевые цели. Вот как раз у меня они в электронном виде. То есть каждое утро я смотрю на свои 8 или 9 ближайших ключевых целей. И думаю, и планирую график, кстати. Вот например, есть цель в большое направление – докторская диссертация. В ней в ближайшем направлении, в монографиях по экономической оценке времени. Соответственно, я смотрю, может быть, я сегодня сделаю какой-то шаг. Я тогда эту задачу возьму, потащу в календарь. Секунду подумаю. И в календаре у меня появится час или полтора или два, которые я запланирую, запрессирую на работу с этой задачей. Появилось. То есть мои коллеги уже видели, что здесь мне нужен час или полтора на работу с докторской диссертацией. На это время мне не надо назначать встречи, совещаний. Лучше телефон мне тоже не звонит, потому что я рявкну в ответ. Потому что я за это приоритетом делаю. Если говорить о планировании кайроса. На важные для вас кайросы вы можете завести категорию. Например, у меня это люди. Если я позвоню господин Кислицкий из компании «Трукс Бизнес Интегратор», я открою соответствующую задачу. И внутри я увижу, что мы с ним обсуждали. Соответственно, ничего не забыл. Проекты. Если я общаюсь с продюсером своей радиопрограммы, которую я веду на Афинамо ФРМ, я открою эту задачу и увижу все задачи, которые с ним связаны. Есть категория, связанная с клиентами. Если мне позвонил человек и спросил про «Хаус Куперс», я открою эту задачу, я увижу, что у нас с ними связано, какая история взаимоотношений. И так далее. Что это дает? Моя голова абсолютно чиста. Я ничего не помню и не пытаюсь помнить и не буду помнить. При этом задач довольно много. Вот здесь у меня на контроле, я думаю, что сотни три примерно задачи, которые я контролирую. Ну, еще сотни четыре корпоратива, которые контролируют какие-то майн-мемоджеры, но я хотел бы тоже принимать в этом участие. И я знаю, и знаю очень точно, что в нужный момент времени я увижу нужную задачу. То есть общаясь с человеком, я открою категорию людей. Общаясь по проекту, я открою категорию проекта. И это колоссальная важность и вещь. У вас появляется по сути личный секретарь, такой помощник, который не забудет, не подведет, всегда напомнит. И ваша голова свободна для ваших основных дел. Вот это вещь, связанная с планетой. Теперь третий слон, третий большой кит, на котором стоит тайманджик, который я обещал. Это кит или слон, который называется самомотивация. Цель есть, план есть, что делать понятно, как делать понятно. Самое сложное, самое не банальное. Как заставить себя это сделать? Я вам покажу несколько простых приемов борьбы с неприятными задачами. Это один из основных разделов самомотивации, которые вам в вашей жизни помогут. Первый прием, первая техника, первый тип неприятных задач, это то, что в тайм-менеджинге называется лягушка. Что такое лягушка? Это что-то маленькое, объективно, в принципе, несложное. Но почему-то очень гнусно и отвратительно. Дайте, пожалуйста, пример. Маленького гнусного. Домашнее задание сделать, согласен. Еще раз. Сообщить человеку, что он уволен. Прекрасно. Или при техначале попросить повышение зарплаты, рискуя, что тебе сообщат, что ты уволен. Еще раз. Идти утром на учебу, да проснуться утром вообще. Поднимите руки совы. Кто любит поздно ложиться, поздно просыпаться. Поднимите руки жалору. Кто наоборот рамблит. А вот теперь объясните, как вот это агрессивное меньшинство захватило власть в этом мире. Вот объясните мне. В любой аудитории 80% поднимают руки, что они совы. Давайте создадим политическую партию. Прижмем к ногтю этих гадов, которые испортили нам жизнь. И поэтому каждое вставание утром для нас это любушка. И очень неприятно. Согласен. Еще. Маленькие, но неприятные. Уборка. Помыть посуду. Согласен. Дойти до паспортного стола и получить там какой-нибудь документ. Знаете? Дойти, оставить очередь. И узнать, что все-таки это реально заверенная нужна была копия, а не ксерокопия, как вам по телефону сказали. Стоматолог. Или вообще какой-нибудь врач из неприятных, который там копается, мучает. Какой-нибудь бюрократический вопрос по учебе решить. То есть наши вузы не самые динамичные, легкие организации. С какой-нибудь бумажечкой ты набегаешься, научишься, настрадаешься. Все это лягушки. В чем опасность лягушек? Они объективно не сложны. То есть дойти до деканата и урегулировать какой-то вопрос, это несложно, как правило. Дойти до паспортного стола или помыть посуду, это все несложно. Но лягушки залеживаются, загнивают и превращаются в слонов. Знаете, мне рассказывали в одном московском вузе техническом, не буду говорить в каком. Собрали большое собрание первокурсников, 300-500 человек. Пришел проектор и говорит, ниже следующие студенты в течение ближайшей недели будут отчислены из института. И зачитывает список. Человек 200. Зачитывает, зачитывает, зачитывает. Нагнетается гробовая тишина, естественно, на аудитории. Дозасчитал список, сложил в портфель и, собственно говоря, уходит. И кто-то сзади говорит, а что надо сделать, чтобы... Не вы, сдать фотографию. То есть, очень часто, наши маленькие лягушечки, залежавшись, превращаются в довольно больших словников и довольно неприятных. А откладываются, потому что как раз минусные обратили. Что с этим делать? Правило очень простое. Очень жестокое. Требует большой честности по отношению к себе. Но очень эффективно. Каждое утро, натощак, съедать одну лягушку. Представьте, проснулись в угол. Пришли на работу, если работают, пришли на учебу, если вы учились. Открыли список лягушек. Заведите его где-то в одном месте. То есть, в телефоне, в ежедневнике, не принципиально. Одну страничку в своем учебе. И, скрипяя сердце, скрипяя зубами, съедаете одну лягушку. Все-таки делаете телефонный звонок неприятному клиенту. И говорите, что здравствуйте, Иван Иванович. У меня такая новость, срок не будет. Да, дебилы, да, идиоты, да, спасибо за обратную связь. Но это, к сожалению. Если лягушка большая, то делайте какой-то необратимый шаг. Например, звоните стоматологу и записывайтесь на прием. Ну все, дальше уже обратного пути нет. Придется идти, придется страдать. Что происходит дальше? Весь день чувство абсолютного счастья. Я это регулярно, каждое утро практикую. У меня от дома доработает пять минут пешком десять на машине. Что можно сделать за десять минут? Один телефонный звонок. У меня список лягушек есть в аутбуке. Отдельная задача. И она синхронизируется в телефон. То есть, я открываю телефон, смотрю. Многие лягушки связаны именно со звонками телефонные. Делаю звоночек. Да, здравствуйте, кто-то, кто-то. Да, вы уголены. Срок не будет или что-то еще. Или да, стоматолог. Я буду очень счастлив к вас видеть в ближайшем периоде. Дальше, полет души. Есть такая испанская проговорка. Съешь утром большую черную жабу, и за этот день чего худшего с тобой уже не произойдет. Все, самое страшное, это этот день уже прошел. Иногда бывает следушкой, и я его называю эффект Арбиновича. Это когда Арбинович приходит домой, засыпает, и не может заснуть, ворочается что-то, получит себе под нос. Жена спрашивает, что это такое? Все это не скажешь. Что случилось? Понимаешь, вот ты первый еще должен тысячу долларов, и послезавтра отдавать, и уже как-то вот и срок подходит. И отдавать не хочется, и обижать человека жалко. Вот не знаю. Боже мой, Абраш, ну что за проблема? Стучи в синтончик. Цеперович, ты там не спеши еще? Тебе Арбинович должен денег? Тысячу долларов он тебе должен, да? Имей ввиду, Цеперович, он тебе не отдаст. Все, Абраш, спидера, без перцеперовича мучается. Все, стоматолог мучается. Представляете, ему каково целый день в зубах копаться? Мы пришли раз в полгода, покопались и ушли. Я себя в паспортных столах утешаю. Знаете, вот паспортный стол там как в бане, все равны, неважно, генерал ты, адмирал, ведущий в России консультант по тайм-энджелу, вот пришел и стоит. Я себя утешаю, потому что я пришел, я оставил эту очередь в этом гнусном помещении. Я пообщался с этими троллями подземными, которые там сидят. Но ведь я это сделал раз в пару лет по какой-то очень острой надобности в течение двух часов, а они же там всю жизнь в этом подземном царстве, им же гораздо хуже. И это очень утешает. Заведите список лягушек, съедайте лягушек каждый день. Вторая технология. Вторая технология самомотивации это так называемые слоны. Если лягушка это что-то очень маленькое, очень гнусное, но объективно не сложное, то слон это наоборот что-то большое, тяжелое, такое неподъемное, надолго, много часов, много недель можно занимать. Здесь, пожалуйста, примеры. Слоны. Высшее образование. В частности курсовая, в частности диплом, в частности диссертация. Согласен. Поиск работы. Поиск работы. Поиск работы, несомненно. Согласен. Что большая? Большая покупка, какая-то сложная. Да, машину, например, там выбрать, купить и так далее. Изучение языка. Шикарно. Кто языки учит? Ага, отлично. Кто не учит, забудьте о карьере, попрощайтесь с успехом, жизненным и так далее. Без языков сейчас. Совершенно нереально, сидя в своей песочнице и разговаривая языка. А кто здорового в жизни хотел бы навалить? Бассейны, спортзалы, диеты, вес сбрасывает. Отлично. Тоже слон. Очень типичный. В чем проблема со слонами? В отличие от летушек, слон не обязан быть неприятным. Например, выбирать машину, это очень приятно, здорово, но работы надо проделать много. Писать диплом есть хорошая и интересная тема, это не неприятно, это здорово, это поможет для этой жизни. Но слон большой. И каждый маленький шаг не дает осязаемых результатов. От того, что вы выучили три новых английских слова, или сделали 10 отжиманий, или написали одну страницу диплома, у вас ни знания свободного языка, ни здоровая красивая спортивная фигура, ни защищенный диплом, в общем, практически не приблизились. Мотивация теряется. Еще Андрей Эйнштейн говорит, что многие люди любят колоть дрова. Потому что вслед за действием, сразу моментально будет результат. Когда результат отложен, мотивация теряется. Это, знаете, вы объясняете себе, вот я сейчас выучу три новых английских слова, и так буду делать каждый день, еще пару лет, потом стану туэфель, напишу строчку в резюме, буду дороже стоить на рынке труда, буду больше денег зарабатывать, чаще в ресторанах ходить и удовольствие от этого получать. Это все равно, чтобы острику объясняли, мы показывали черно-белую фотографию морковки, и объясняли, что вот мы сейчас будем с тобой три года куда-то идти, потом мы придем за горы, за поля, там есть морковная грядка, морковки там нету, мы ее вскопаем, посадим, потом еще год подождем, она вырастет. И вот тогда будет все счастье. Наше подсознание как-то толстое, оно таких длинных цепочек не понимает. Вот шоколадка перед тобой лежит, это понятно, а то, что через полгода будет лето и на пляже будешь немножко не так выглядеть, как бы хотелось, это далеко и непонятно. Что делать со слонами? Технология очень простая. Защитник животных затыкает уши. Нарезать слона на маленькие бифштексы, каждый из которых реально было бы съедать каждый день. И вот здесь начинается пытливый русский ум, который очень любит нарезать слона на такие бифштексы, которые к слону не приближают. Я их называю иллюзорные бифштексы. Примерно. Как-то раз на тренинге в группе у меня было сразу человек десять, которые хотели сдавать на ватистские права. Я им говорю, замечательно, слон очень типичный, характерный. Есть одна большая часть фактических экзаменов, есть часть теоретических экзаменов. Ну давайте начнем с теории более простой, какие бифштексы. И знаете, мне все эти десять человек ничтоже сумняшцы говорят. Надо каждый день по часу читать правила дорожного движения. Кто сам сдавал, тот помнит, что ни к дороге, ни к движению, ни к экзаменам такая работа как чтение правила в прямом отношении не имеет. Какой был вариант, приближающий к вам? Решать карточки. Совершенно верно. И вот смотрите, почувствуйте разницу. Час читать правила дорожного движения или за час прорешать пять карточек, поняв, почему же там велосипед с вертолётом в жёлтую проблесковую мальчву вперёд поехал на медицинскую лошадь. Осознав, а для этого их правила заглянешь и другу спросишь и всё остальное. Другие примеры. Если взять каких-то типичных словов. Языки. Как мы все с вами учим, учили языки. Прочитать страницу учебника ВОНК. Выучить какой-нибудь Past Perfect and Definite Continuous Passive, о существовании которого не один оксфордский профессор уже давно не подозревает. Только мы с вами знаем, что это 16-е годы. Я неделю назад пролетел из университета Нью-Касла, где выступал в MBA. Для меня, кстати, был такой челлендж. Десять лет не говоря по-английски после школы. Меня приглашают только 100 выпускников MBA, причём со всех стран мира, там не только англичане, и нигерийцы, и иранцы, и китайцы, кого там только не было. Сделайте нам, пожалуйста, guest speech full-time management. Я неделю бы хорадочно вспоминал школьный английский. Учил своё выступление. Ну, все в восторге, всё замечательно. Но я там особенно хорошо убедился, что всё, что у нас учат в школе в плане языка, это бесконечно далеко от того, как язык надо учить. Какие бифштексы были бы реальны для языка? Слушать что-нибудь живое, радио BBC. Разговаривать с иностранцами. Если нет живых, то хотя бы в чате в форуме. Согласен. При чём? Иностранные газеты читать. Особенно, знаете, вложить какую-то сумму, которую жалко, в тамошней ценной бумаге, и после этого читать иностранные газеты, особенно всякие финансовые разделы. Совершенно по-другому будут восприниматься новости. Так, да, очень хорошо. Фильмы смотреть на языке. Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр сх generation, за что покинуть. Включаешь субтитры, с субтитрами начинаешь понимать, кому за что. Отключаешь субтитры, перестаёшь понимать, и так далее. Я в Британии, когда перед выступлением раскачивал язык, Я обновил для себя очень хороший источник парламентский канал. Новости слушать невозможно. В BBC, например, там вот именно Барак Обама. Чего Барак Обама? Куда Барак Обама? А вот парламентский канал, они очень хорошо говорят. То есть они говорят медленно, на очень правильном английском языке. Им же важно, чтобы избиратели их тоже поняли. И там как раз изумительно. Я очень много знаю об английской реформе здравоохранения. Что там они так делают. Сколько они миллионов фунтов на нее потратили. Здоровая жизнь. Замечательно под Гамбургер с Кока-Колой. В журнале Cosmopolitan или Men's Health читаются статьи о 18 новых способах накачки пресса. Супер. Чтение за обедом ведет очень хорошо. Что, оказывается, прыгнув в бассейн спиной вперед и стукнув себя табуреткой по животу, а с утра перед этим съев две морковки и один, вот только тогда у себя появится что-то вместо живота. Или еще такое, я называю, русское мечтание о слоней. Это чисто национальная традиция. Знаете, когда ложишься на диван и мечтаешь. Вот с годовой премии. Куплю карту хорошего фитнес-клуба. Форму над новую. Но не в этом же рванье позоришься, да, ходить в фитнес-клуб. Друзей надо потянуть. Одному же неинтересно. Это же как-то. Сам-то ходить точно не будешь. А с друзьями еще может быть. А какой смысл ходить в фитнес-клуб и вечером нажираться? Надо же какую-то диету настраивать. Просто меньше жрать, как советовала Томас Плесецкая. Знаете, ее спрашивали, как, как, в таком возрасте, такая фигура и так далее. Какая супер-секретная диета? Она говорит, все-таки жрать надо меньше. Вот вся секретная диета. Не, надо же спецдиету под это подобрать. В общем, вы чувствуете, каким глобальным, комплексным, таким сложно сочиненным становится этот слон? В итоге в новогоднюю ночь себе дается гляданное обещание. Глядя в глаза этому слону. А раз в квартал с тушки слона сдувается пыль, что вот... Фитнес-карта-то, конечно, уже лежит. И спортивная форма уже лежит. Но как-то вот сегодня не удалось. Ну, может быть, послезавтра. На следующий год некоторые люди могут в новогоднюю ночь вообще на слонах рисовать звездочек. Знаете, сколько из трех детей за количество обещаний. А можно просто прийти домой, раздеться вечером. Все равно, ты же переодеваешься в домашнее. Лечь на пол и сделать...